Вот и закончился зимний банкет, а значит и зимние сундуки больше не выпадут. А кто ещё не смотрел моё видео об обзоре зимнего банкета и хочет вернуть в свой мир зимний ивент, смотри видео в описании или в подсказке в правом верхнем углу. Добавили довольно мало контента, но сам ивент от этого скучным не стал. Теперь мы можем скрафтить светилище зайца, на него нужно положить морковку, не жареную, только сырую. И спустя время нас окружит банда фриков, издающие криповые звуки и избивающие друг друга. Честно говоря, в первый раз, когда они вылезли, я испугался и подумал, что меня сейчас изобьют. Благо, они очень пассивные. И зайцам в светилище плевать, монстры вы, или есть ли у вас мясо монстром. Они не будут агрессивны. У них есть маленькая мини-игра, но она у них очень извращенная. Один из зайцев вложит на пол морковку и крутит её. На кого указала морковка, тот должен съесть чью-то рвоту, иногда он может сам её выбривать и съесть. В первый раз, увидев это, мне показалось, мне передали эстафету, и уже я должен был съесть эту фигню. Как оказалось, я принимал в этой игре участие, стоя рядом с зайцами. И если морковка указывала на тебя, они дают тебе рвоту и мешочек с счастливыми самородками. Вы сами можете вызвать эту игру, дав зайцу морковку. Зайцы игнорируют 99% урона. Даже Вульганг с духовными дротиками, с бафами Варли, нанёс максимум 40 урона. С них падает колпак и их подушку в руке, если вы смогли их как-то убить. Но на зайцев нельзя полагаться. Если на них нападут, они же сбегутся и залезут в землю. И ещё, с зайцем в пижаме нельзя поменять шапку другой шапкой, в отличии от обычных зайцев. Зайцы светятся ночью, но это только если у вас есть лунные бури или у вас полнолуния. Активировав святилище морковкой, нам доступны новые крафты. Бойцовская арена, перчаток вызван на дуэль и различные виды подушек и еды. Начнем с бойцовской арены. Она крафтится из двух досок, она является переносной. То есть, если мы сломаем её молотом, она вернётся в своё старое состояние. Мы не можем активировать её, пока у нас нет подушки в слоте руки. Крафтим самую первую, нашу подушку из лепестков и самую слабую. Ещё можно скрафтить броню почти за такой же крафт. Броня нужна, чтобы нас меньше откидывало. Вот так они выглядят на полу. Видите сходство с подушками под кроликами? Таким способом можно узнать, насколько силён заяц. Подушка под зайцем – это его броня, а то, что в реке – оружие. Поняли, к чему её клоню? То есть, то, что лежит на полу – подушка, которую можно скрафтить. А, собственно, разрушить посохом разрушения. Таким способом можно надюбить себе шерсть овцы, если она вам срочно нужна для боевого седла или для щётки. Правда, учтите, что после разрушения, заяц останется без подушки брони. Но это временно. Вам нужно подождать, пока сгниёт морковка, а затем положить новую. Кролики обновятся и положат свою подушку. Крафтим перчатку вызова на дуэль заодно с золотом. Выбираемся у нас слабого зайца с такой же подушкой из лепестков. Кидаем его в вызов на дуэль, и он зарывается в землю. И во время их мини-игры, когда они крутят морковку, вы не можете вызвать их на дуэль. Вам нужно забрать их в морковку или ударить их, чтобы они прекратили играть. Они зарываются в землю, и через пару секунд вернутся. И их можно будет вызвать на дуэль. Ещё бывает такое, что они спят днём, и вы не можете дать им перчатку вызова на дуэль. В таком случае ударьте их подушкой, чтобы разбудить, а затем вызвать их в бой. Зайцы выбирают самую близкую к светильщу арену. На борцовской арене этот заяц уже нас ждёт. Берём подушку в руки, и начинаем драться за нашу честь. Вы уже поняли суть этого боя. Вытолкнуть соперника за арену. И я считаю абсолютно нормальным, что такие пушистики кричат «Сдохни, умри!» в битве с подушками. По окончанию нашего боя, последний заяц даёт нам мешочек, в котором находится определённое количество золотых самородков. За двух зайцев со слабыми подушками мне дали два счастливых самородка. Минимальное количество золотых самородков за бой – один. Максимально – десять. Ну, по крайней мере, и мне выпадало только десять. Чем больше и лучше одеты зайцы, тем больше награда. Таймеры времени у бойцовской арены есть. И если его нарушить, вы получите самородки только за тех, кого выкинули за арену. Если вы находитесь на арене больше минуты, бой автоматически заканчивается. За них можно приобрести очень много новых вещей. Например, апгрейдить нашу подушку. Скрафтив из двух паутины, трёх подрослей и двух счастливых самородков, подушку с водорослями. Она бьёт быстрее и отталкивает сильнее. Или скрафтите подушку, а броню – из трёх водорослей, трёх счастливых самородков и двух паутин. Все крафты подушек и брони вы увидите на экране. Можно ещё приобрести клопак за четыре золотых самородка, но он, если не ошибаюсь, просто декорация. Если ударить обычного зайца подушкой, он подумает, что вы дебил и захочет вас убить. И вы уже заметили две новые постройки. Это высокая лампа-заяц и короткая лампа-заяц. Обе стоят пять счастливых самородков. Работают они как лампы на плоту. Их можно пополнить топливом, но нельзя на них готовить. Если они растоплены до максимальной мощности, с них падает уголь, как с обычного костра. Ну и добавили очень мощную, красивую статую зайца. Эскиз стоит шесть счастливых самородков. Далее у нас еда. Любая еда в святилище стоит один счастливый самородок. Вообще, еда очень балансная. Все характеристики, которые восполняет эта еда, вы видите на экране. И в Викрит есть только два из этих блюда. Лунное желе и слоеные пирожки. И эта еда настолько сильная, что мне захотелось в завертке спрятать несколько стаков. Потому что эта еда очень сильно восполняет голод, рассудок, хп. И имеет быструю анимацию поедания. Да и в целом отличная дешевая еда. А также добавили классические предметы китайского нового года. Это красная лампа, которая светит с маленьким радиусом. Плавающий фонарь, который светит на воде. Оба светильника стоят три счастливых самородка. И костюм змея. Каждая его часть стоит по восемь золотых самородков. И чем больше людей рядом, тем быстрее он будет восстанавливать вам рассудок. Один человек плюс шесть с половиной рассудка в минуту. Три человека двадцать рассудка в минуту. Золотой кои и пятнистой кои с ивентом, как всегда, появились в океане. Если их дать королю мэрмов, вместо золота он даст нам счастливые самородки. И под конец мое мнение об этом ивенте. Ивент очень веселый, серьезно. Фрики, которые едят чужую блеоту, издающие странные звуки, которые светятся полнолуние, а также кричащие, что хотят твоей смерти во время боя с подушками, это нечто. Сам ивент вполне хороший для битв с друзьями. А декорации, которые принес этот ивент, очень красивые. Ну и ссылочка на тысячу клейкоинов в описании. И у нас новый твич тропс на грибную лампу. Также я хочу поблагодарить тех, кто поддержал мой канал материально. Спасибо Денис и Став. На этом все. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok